Создали в Спасо-Ефимовском монастыре, сходили посмотрели выставку древних книг, рукописных и первопечатных. Вот как видите, это рукописные книги 16 века Библии, служебные книги с очень красивыми миниатюрами, из-за чего их интересно посмотреть. Кроме служебных книг, есть синодик, например, в котором можно узнать, кто живет в далекую полку. Вот такая вот нотная книга с писаной записью на песнопении. Очень интересно посмотреть, как записывали в те времена. Вот очень красивая рукописная книга, с очень красивыми миниатюрами. Эта книга специально выдана в отдельную, потому что это первая книга, напечатанная на русском языке. Это тот самый апостол, который был напечатан Иваном Федоровым в московском печатном дворе. Потом он приехал в Речь Посполитую, но тем не менее, основы были печатные заложили. Дальше уже печатали его ученики. Он сам занимался печатью. На этой выставке можно посмотреть и другие книги, которые печатали как его ученики, так и другие печатники. Многие книги поступали в Россию из Речи Посполитой. То есть есть книги, изданные в Киеве, например. И тоже можно посмотреть вот красивые иллюстрации, которые есть в этих книгах. Это тоже очень много труда, потому что иллюстрации эти все тоже специально готовились. Все это тоже очень интересно и занятно посмотреть. Вот эта, например, книга, считается как пример печатного мастерства московских мастеров книжного дела. Это 17 век работы. Очень красивая миниатюра, очень красивая иллюстрированная книга. А вот эта книга интересна тем, что это Псалтырь в стихах. Это, по сути дела, первая книга на русском языке, которая написана на стихосложении. Вот, собственно, с этого пошли дальше уже Тридьяковский, Пушкин и все прочее. Начиналось все вот с такой изданной Псалтыри. Опять же с красивыми миниатюрами. Учебная литература. Тоже первое издание на русском языке. Вот прям первое иллюстрирую. Азбука. А это, опять же, первые книги, только по истории. Напечатанная на русском языке. Русская история. То есть, да, это были летописи, а это вот напечатанные работы. Что тоже, собственно, очень интересно. Взять обойти вниманием и вот эту книгу, потому что это соборное уложение. Тот самый свод законов 1649 года, сделанный при Алексея Михайловиче, который действовал вплоть до того, как Николай I создал свод законов Российской империи.